Игромания представляет 12 августа вышло крупное дополнение для The Elder Scrolls Online. Аддон Scalebreaker добавит в игру два новых подземелья, где пользователей ждут дополнительные сюжетные квесты. Они продолжат историю древних драконов, которые вырвались на свободу. В дополнение можно не только спасти великое древо Elden Root и сразиться с вампирами, но и разжиться ценной амуницией. Также создатели выпустили обновление, которое ввело в игру новые механики и скорректировало карты, приспособив их к разным режимам. Пока аддон доступен только на ПК. На PS4 и Xbox One дополнение выйдет 27 августа. В тот же день состоялся релиз визуальной новеллы Eliza от разработчика Opus Magnum. Игра расскажет о продвинутом искусственном интеллекте, который люди в недалеком будущем используют в качестве виртуального психотерапевта. Однако героиня игры, Эвелина, задается вопросом. Кому на самом деле помогает Eliza? Человечеству или гигантским корпорациям, которые с ее помощью пытаются контролировать общество? Трейлер обещает атмосферный визуальный стиль, этические дилеммы и пищу для размышлений. 13 августа стартовали продажи рогалика Dicey Dungeons. Пошаговая стратегия перенесет пользователей в подземелья, кишащие монстрами. Капризная леди удача превратила героев в игральные кости. Теперь они мечтают отомстить злодейке. Но сперва им нужно прорваться сквозь орды кровососущих пылесосов и злобных снеговиков. На выбор дается шесть персонажей со своими уникальными способностями. Но для любой атаки придется бросать кубики. Сможет ли герой провести тот или иной прием? Зависит от того, какое число ему выпадет. Также в этот день вышел космический симулятор Rebel Galaxy Outlaw. Героине предстоит выживать в далекой-далекой галактике. И порой не совсем честным путем. Она может пойти по стезе охотницы за головами или космического пирата, помогать галактической полиции или ставить копам палки в колеса. Как бы там ни было, придется зарабатывать деньги, прокачивать свой корабль и побеждать противников в космических сражениях. А после удачной миссии можно выпить в местном баре, где вам заодно предложат новое прибыльное дельце. 14 августа состоялся релиз двухмерной головоломки The Great Perhaps. Проект отечественных разработчиков расскажет о космонавте, который возвращается на Землю, но понимает, что за время его отсутствия человеческая цивилизация погибла. К счастью, среди развалин он находит чудесный фонарь, с помощью которого можно перемещаться во времени. Герою нужно заглянуть в прошлое, понять, что уничтожило его привычный мир и предотвратить катастрофу. Пользователи ждут любопытные загадки и опасности, которые угрожают герою в прошлом и настоящем. 15 августа ранний доступ покинул винтажный шутер Ion Fury. Проект когда-то назывался Ion Maiden, но название сменили из-за проблем с авторскими правами. Героине предстоит сразиться с зомби-киборгами, которые заполонили Вашингтон по вине безумного ученого. Проект в лучших традициях Duke Nukem 3D, Blood и Shadow Warrior подарит щедрую порцию ностальгии. Любителям винтажных шутеров рекомендуется. А теперь взглянем на главные скидки этой недели. В Steam за 1600 рублей отдают Sekiro Shadows Die Twice. За 390 можно забрать свежий сиквел психоделического хоррора Layers of Fear. Триллер Observe с Рутгером Хауэром в главной роли обойдется всего в полторы сотни. На 40% уценили акварельный платформер Grease, а Borderlands 2 скинула три четверти от первоначальной цены. В Origin за 900 рублей можно забрать Anthem. За четверть от стоимости отдают делюксы здания Need for Speed Payback. На 70% уценили Dragon Age Inquisition с дополнениями. Мрачную RPG Tyranny можно закинуть в корзину за полцены. Симулятор продажного копа This is the Police 2 подешевел на треть. В ГОАК по 25% скинули космическая песочница X4 Foundations и We the Revolution, где можно примерить роль судьи революционного трибунала. Сказочное приключение Druidstone The Secret of the Menhir Forest уценили на треть. За 409 рублей отдают симулятор подводника U-Bot. Любители фэнтезийных ролевок могут всего за 60 рублей поностальгировать в Sacred Gold. Продолжается летняя распродажа в PS Store. Почти 50% скинуло специальное издание Red Dead Redemption 2. Borderlands The Handsome Collection можно приобрести за 360 рублей. В 900 обойдутся ремастер The Last of Us и Hellblade Senuas Sacrifice. За ту же цену предлагают забрать бандл из двух игр Дэвида Кейджа — Heavy Rain и Beyond Two Souls. В магазине Nintendo на 30% подешевели Overcooked 2 и Darkest Dungeon. С дисконтом в 20% отдают Brothers A Tale of Two Sons. Ценник второй Beholder упал до 290 рублей, а сказочный квест Silence уценили до полутора тысяч. В Microsoft Store ждут акции для любителей Лего и неплохие скидки на дополнения. 40% скинуло DLC для Assassin's Creed Odyssey — Legacy of the First Blade, которая добавит в игру три новых сюжетных истории. За 16 долларов можно приобрести XCOM 2 War of the Chosen. За 30% от стоимости отдают LEGO Star Wars The Force Awakens. Игру по мотивам LEGO Film 2 уценили на четверть. Обладатели статуса Gold бесплатно получат Forza Motorsport 6 и юбилейный набор машин к десятилетию серии. Вот и все за эту неделю. Играйте только в лучшее! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова